Привет, друзья! Меня зовут Зина. В этом видео вы вместе со мной сделаете вот такую красивую свечу в кокосовой скорлупе вместе с сухоцветами. Здесь я использую деревянный фитиль. Сейчас вам все подробно расскажу и покажу. Поехали! Для создания свечи нам понадобится вот такой набор. Заливать свечу я буду в скорлупке кокоса. Я использую специально обработанную скорлупку, которая уже подготовлена к заливке свечи. У нее отшлифовано дно для того, чтобы скорлупа прямо стояла на столе и не качалась из стороны в сторону. Стенки скорлупы с двух сторон обработаны специальным лаком, чтобы придать завершенный и более аккуратный вид изделию. И чтобы воск хорошо сцеплялся со стенками изнутри. Также отшлифованы края скорлупки, чтобы вы не поцарапались и не получили занозу. В общем, скорлупа уже готова к работе. Если вы захотите сделать свечу в обычном кокосе, то разрезать и обрабатывать скорлупу вам придется самостоятельно. Такую скорлупку можно приобрести в магазинах для свечеваров. Я использую специальный деревянный фитиль, который потрескивает как камин. Будет ли ваш деревянный фитиль потрескивать или нет, зависит от самого фитиля и от той фирмы, которую вы покупаете. Нам понадобятся специальные фитилизержатели, палочки для перемешивания и наклейки для фитиля. С ними очень просто и удобно работать. Возьмем натуральный воск, в этот раз я буду работать с кокосовым, и красивую свхоцветы для украшения. Приобрести такие можно на Алиэкспресс. Поставим нагреваться посуду с водой, так как будем работать на водяной бане. Отмерим на весах 150 граммов воска. Кокосовый воск очень нежный и режется как масло. С ним очень приятно работать, но и у него есть свои нюансы. Например, кокосовый воск дает ровную поверхность свечам, и он более жидкий, чем соевый. А соевый лучше передает ароматы. О таких нюансах я рассказываю ученикам на своем обучении. Получается очень символично. Свеча из кокосового воска в кокосовой скорлупе. Отправим воск плавиться на водяную баню, а сами пока займемся формой. Отмерим нужную длину фитиля и обрежем его. Таким образом, из одного фитиля мы получаем два коротких. Вставим их в фитиль-держатели. Приклеивать их на дно я буду на специальной наклейке. Если таких наклеек у вас нет, то можете приклеить их на клей-пистолет. Не советую клеить их на пластилин или на воск, так как ваши фитили во время горения просто отклеятся от дна и будут плавать в подсвечнике. Как оказалось, клеить на кокосовую скорлупу два фитиля – плохая идея. Так как дно неровное и стенки идут кверху, фитили стали наклоняться к центру. И как я не пыталась их выровнять, ничего не помогало. В итоге я установила их таким способом, чтобы часть металлического держателя держалась на наклейке, а другая парила в воздухе. Только таким способом я смогла их как-то выровнять. Но это оказалось большой ошибкой. Я в надежде залила воск, и один фитиль просто отклеился и уплыл. Решив не портить себе нервы, я установила один фитиль. Так как все равно буду украшать свечу сухоцветами, а слишком большой огонь может их поджечь. Установила фитиль прямо по центру, в то место, где отшлифовано ровное дно кокоса, и залила воск. Если вы хотите более глубоко погрузиться в тему свечеварения, и узнать, где покупать классные одушки, где покупать воски, с каким воском я работаю, узнать все нюансы свечеварения, то я приглашаю вас на свой мастер-класс по созданию ароматических свечей, либо на свой курс по созданию формовых свечей. Именно там я показываю все нюансы, какие вас могут ожидать, как работать с красителями, ароматизаторами, где я покупаю самые классные и качественные одушки с ароматами по мотивам известных парфюмов и много-многое другое. Оставлю для вас секретную ссылочку со скидкой в 50%. Переходите, я жду вас на своем мастер-классе. Пока воск застывает, подготовим сухоцветы. Я выбираю сухоцветы разного размера и разной фактуры, чтобы получилась интересная композиция. Большие веточки разрезаю на более мелкие, а веточки с цветами разделяю на одиночные цветы, чтобы их удобнее было размечать на свече. Воск застывает очень быстро, в процессе нашего украшения вы сможете это заметить. Находим тот момент, когда воск уже начал светлеть, но верхушка еще не застыла полностью. Если воск будет очень жидким, ваш декор просто провалится вниз. А если верхушка застынет, ваш декор не закрепится на свече. Начинаю создавать композицию на свече с большого цветка. Установлю его в центре композиции. Теперь с обеих сторон в симметричном порядке кладу маленькие цветочки. Стараюсь сильно не надавливать на декор, так как он все равно приклеится к воску. Пустое пространство между цветами заполняю бежевыми гипсофилами. Их я вставляю веточками вниз, чтобы цветы не лежали на свече, а смотрели вверх. Работать нужно быстро, но аккуратно, пока воск не застыл. С помощью палочки можно немного надавить на цветы, чтобы они лучше приклеились. Немного хочу закрыть пустоту, чтобы не было резкого перехода между левой и правой частью. Для этого возьму вот такую красивую веточку в виде пера. Отрежу лишнюю длину. Пока мы устанавливали декор, воск уже застыл, и лист уже не клеится. Поэтому налью немного воска на то место, где будет лежать мой лист. Когда воск застынет, он схватится с моим декором. Теперь оставим свечу минимум на 2 часа, чтобы воск застыл полностью. После этого можем отрезать лишний фитиль и дарить или зажигать нашу красавицу. Любишь создавать свечи? Тогда посмотри и эти мои видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok